Когда у банков отбирают лицензию и при этом одновременно возбуждают уголовные дела против их руководителей, у меня возникает вопрос. Ведь для того, чтобы доказать состав преступления, нужно серьезно поработать. А тут вдруг раз, действительно, вы правы, получается так, что 10 лет менеджмент банка занимался воровством. Никто на это не обращал внимания. И тут вдруг осенило. Вот какие жулики сидят. У меня лично другая точка зрения. Я просто знаю немало примеров, когда банки были искусственно положены на лопатки. И для того, чтобы банковских менеджеров и людей, которые отвечали за эти банки, сразу выбить из игры и не дать им возможности оправдаться, доказать свою позицию, сразу же возбуждается уголовное дело. И большинство этих людей просто бегут. И получается, что некому не за что ответить. Вот это объединение в криминализацию, в разграблении... Причем со стороны госкорпорации, агентства по страхованию вкладов. Мне кажется, это очень, так сказать, вилами по воде писано, потому что у нас вот есть пример, например, мой банк такой, господин Фетисов. Он вернул, ему инкриминировали, что он якобы похитил там 2 миллиарда рублей. Он вернул, не будучи акционером уже, под свою личную гарантию 15 миллиардов. Ну в чем тут? Человек возвращает 15 миллиардов своих личных денег вкладчикам, не имея на то никаких юридических оснований. Это просто акт его доброй воли. Слушайте, ну это... А его по-прежнему обвиняют в том, что он украл 2 миллиарда. Ну то есть, опять схемы, схемы, схемы. Это же абсурд, понимаете? И точно так же вызывает удивление, когда нам говорят о том, что мы не можем снизить процентную ставку, ключевую ставку, потому что будет инфляция. Мы не можем дать экономике дешевые деньги целевым образом под контролем государства, под согласованные планы, под надзором уполномоченных банков. Сейчас же мы ввели уполномоченные банки, которые обязаны следить за расходами клиентов. И те целевые деньги, которые мы хотим дать экономике, они до счета предприятий вообще даже не доходят. Уполномоченный коммерческий банк финансирует расходы предприятия, не перечисляя деньги на счет по его поручениям. У нас такая практика была, и все банкиры умеют это делать. Так вот, в этой ситуации нам говорят, что мы не можем дать дешевый кредит, потому что разворуют, и в то же время дают кредиты под полпроцента годовых, на санацию уже разворованных с их точки зрения банков. То есть это механизм, поощряющий воровство получается, когда нормальным банкам не дают под дешевый процент, а тем банкам, которые уже, по их мнению, разграблены, им назначается некоторый куратор, которому дают деньги под полпроцента. В общем, это, вы знаете, такой театр абсурда, который не может долго существовать, еще раз подчеркну, если это невыгодно тем, кто заказывает музыку. То есть есть конкретно бенефициары. Вы знаете, то, что меня очень серьезно беспокоит, это доходы наших с вами соотечественников. Вот заявление вице-премьера Ольги Голодец, она сообщила, что у нас обозначилось очень резкое падение доходов, резкое и по реальному уровню заработной платы. Собственно, все заявление вице-премьера вы видите сейчас на экране. А следующая характеристика, Алексей Юрьевич, это количество россиян, живущих на минимальные доходы. Динамика страшная. Из года в год, вот если сравнивать 2014-2015-2016 годы, сейчас более 22,5 миллионов россиян живут на, правильнее даже сказать, существуют на минимальные доходы. Ну, это вот этот отрицательный рост, который мы наблюдаем, вызван исключительно создавшейся макроэкономической ситуацией. Вследствие тех действий, которые предприняли денежные власти, экономика оказалась не просто в стокфляционной ловушке, она оказалась в трясине. Это порочный круг, как это называют экономисты, когда падают инвестиции, падает производство, затем падают доходы, падают сбережения, еще больше падает спрос, еще хуже производство. Эта спираль закручивается все туже. И заложниками становятся россияне. Экономическая теория в этой ситуации, практика, говорит следующее. Если вы сталкиваетесь с экономическим спадом, вам нужно стимулировать инвестиции и спрос, для того, чтобы преодолеть, для того, чтобы не допустить втягивание в экономику, вот в эту стокфляционную спираль. Поэтому, с точки зрения экономической теории, сейчас нельзя сокращать бюджет. Сейчас нужно, наоборот, наращивать и социальные расходы, и самое главное, инвестиционные расходы, расходы на стимулирование инноваций. Если вам кто-то скажет, что это раскручивает инфляцию, это абсолютно ненаучная точка зрения, которая основана на некоторой обывательской психологии, когда люди думают, что, как монетаристы, считают, что деньги это золотые монеты. Деньги сегодня, это не золотые монеты, это, прежде всего, кредит, институты кредита, механизмы кредита. А монетаристы, которые нам эту политику навязывают с подачи валютного фонда, они всерьез думают, что чем меньше денег, тем ниже инфляция. Значит, современная наука, уже наши даже соотечественники, я адресую к работам Нижегородцева и Горитька, доказали математически и эмпирически, что для каждой экономики в каждый момент времени существует оптимальный уровень монетизации. Если экономика с этого уровня сдвигается в сторону сверх монетизации, действительно наступает инфляция. Но если она сдвигает, как говорят монетаристы, денег становится больше, чем экономика может переварить. А если она сдвигается в сторону ниже оптимальной монетизации, тоже наступает инфляция. Причем это симметрично, это такой график. Понимаете, демонетизация плечет такую же инфляцию, как сверх монетизация. Мы живем в условиях сильно недомонетизированной экономики. В этой ситуации любое сокращение количества денег автоматически сопровождается падением производства. Западные санкции привели к оттоку 250 миллиардов долларов, а наш центральный банк вместо того, чтобы компенсировать эти деньги внутренним кредитом, снял с рынка еще 5 триллионов к этому. В итоге нас загнали в искусственный жесточайший дефицит денег. Что говорит экономическая теория и практика? В этой ситуации все страны занимаются антициклической политикой. Наращивают государственные расходы за счет чего? За счет эмиссии денег. Как я уже говорил, и в Европе, и в Америке, по сути, основной, можно сказать, даже единственный канал эмиссии денег – это покупка государственных обязательств. Но что же наш финансово-экономический блок и Банк России не возьмет на вооружение опыт своих же коллег, которые их консультируют? А вы знаете, дело в том, что у валютных фонда, вы знаете, политика двойных стандартов, присущая американцам, да, это во всех сферах. И также валютный фонд, он американцам говорит, не поднимайте процентные ставки, хотя у них они отрицательные. И все такое говорят, что это скоро приведет к инфляции, скоро все лопнет. Ну, это 10 лет идет, но не лопается. Америка благополучно выкарабкивается из кризиса на новый технологический уклад. Наши ученые и бизнесмены туда уезжают, берут там кредиты, расширяют производство. Сколько там наших соотечественников сегодня преуспели? Здесь они что ли не могли преуспеть? Вполне могли бы не в Силиконовой долине жить, а сделать из Колкова настоящий, так сказать, научно-технический центр мощнейший, если бы правильно все было организовано.